Айтихсот! 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 Родственники подсудимых по Кемперабадскому делу негодуют. Им снова не позволили наблюдать за судебным слушанием. У входа выстроились конвоиры, перегородившие обзор. Снимать запрещают. Очередное заседание прошло в Первомайском суде 8 мая. Снова не обошлось без правонарушений, говорят адвокаты. По так называемому Кемперабадскому делу мы видим очень много нарушений законных. В частности, вот один такой яркий, говорится, пример, бросающийся в глаза. Согласно УПК, если лицо обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, то согласно статье 51, пункт 5 УПК Кыргызской Республики, присутствие адвоката обязательно. В данном случае несколько у нас судебных процессов прошли в отсутствии одного из адвокатов, у кого у некоторых людей были. А адвокаты по различным уважительным причинам отсутствовали. И тем не менее, судебные процессы были продолжены. Это уже нарушение. Без адвоката на этот раз остался экс-глава ГКНБ Кенишбек Душебаев. Накануне он написал заявление о том, что его защитник Акынов Азбеков находится за пределами Кыргызстана. Душебаеву был предоставлен государственный адвокат, но его почему-то не пускали в зал заседания. Заболели двое человек, Денис Молдахматов и Кенишбек Душебаев. Сегодня сотрудник ГСИИНа притащили волоком, применяя силу. Они болеют, хотя не было решения судей Первомайского районного суда города Бешкек Цидыкова Марата. И вот они сейчас их получили побои, и сейчас они находятся в Астонике. Туда нас не запускают. Кроме того, по заявлениям адвокатов Кенишбека Душебаева избили сотрудники ГСИИНа. Ему вызвали скорую и увезли в больницу в критическом состоянии. По словам жены задержанного Аделета Бузурманколова, на кемперабадцев оказывают давление и в СИЗО-1. Хочу отметить тот факт, который недавно был. К ним заводят ОПГшников не один раз, а три раза. Кемперабадцы делали заявление, особенно заводили к моему мужу не один раз, два раза. Они подрались. Почему? Я не знаю, учреждение номер один, СИЗО-1, допускает, чтобы в камеры наших родственников заводили таких чужих посторонних людей. Потому что мой муж Айбек Бузурманколов с ними подрался, у него порвана вся одежда, и учреждение номер один, СИЗО-1, никак не отреагировали на данную ситуацию. Бывший адвокат Садыра Джапарова Акин Токталиев, защищавший Хубанычбека Кадырова, задержанного по кемперабадскому делу, обратился в ОБСЕ с просьбой предоставить ему убежище. Он рассказал, что его подвергают давлению и провокациям. Когда я был адвокатом Садыра Джапарова, на меня оказывали давление, не впускали в суды, противостояли прокуроры, говорили, что я не адвокат и не правозащитник, говорили, что я мешаю им. И в те времена я подвергался притеснениям, а сейчас повторяются те же гонения. Если раньше на меня давили за защиту Садыра Джапарова, то сейчас я подвергаюсь гонениям со стороны Садыра Джапарова. Напомним, в октябре 2022 года был создан комитет, выступивший против передачи кемперабадского водохранилища Узбекистану. В том же месяце начались аресты по делу о подготовке к массовым беспорядкам. Всего по кемперабадскому делу проходят 27 человек, 9 из которых до сих пор находятся в СИЗО.